привет народ почитав комментарии под своими последними видео я понял что многие из вас не умеют подключать китайской автономка внешней сети 220 вольт то есть они вы спрашиваете как это сделать как это правильно сделать как подключить так чтобы автономка не сгорела и ничего с ней не случилось я всегда думал что снимать на эту тему видеоролики бесполезно потому что вы и так все умеете все знаете но как оказалось многие задают такой вопрос и вот сегодня я решил снять на эту тему этот видеоролик и еще 2 по числу задаваемости вопрос это почему моя китайская автономка не работает от бортовой сети когда заглушен двигатель и она спокойно запускается когда двигатель заведен то есть вот такие вот вопросы задаются очень часто и поэтому на эти вопросы я решил сегодня снять этот видеоролик и если вам эта тема интересна то давайте садитесь поудобнее запасайтесь плюшками чайком и давайте начинать у всех китайских автономок есть защита по питанию то есть по нижнему порогу питания и по верхнему то есть нижний порог питания это защита от того чтобы у вас полностью не разрядился аккумулятор и автономка значит видит что у вас уже остается мало емкости вашем аккумуляторе она выключается завершает работу выключается также от повышенного напряжения чтобы у вас автономка ничего в ней не сгорела она видит что у вас там например повысилась до 16 вольт напряжения да она опять же завершает работу и выключается вот такая вот защита присутствует практически каждой автономки и давай теперь с вами разберемся как это защита влияет на запуска наших автономок у многих получается так что автономку ставят далеко от аккумулятора и мало того что сама проводка за заводская да она бывает от 3 до 5 метров так все люди еще берут и наращивают и наращивают не самым толстым как бы кабелем доберут какой-то тонкую соплю и подключает всю эту соплю к основному аккумулятору например который находится где-то в самом начале автомобиля получается сопля там длиной 5-8 метров да и когда мы включаем нашу автономку мало того что у нас уже по этой сопле упало напряжение да и потери происходит падает напряжение например сли на аккумуляторе у нас на заглушенном двигателе там 12 половиной вольт через соплю уже доходит там грубо говоря 12 вольт а когда мы включаем нашу автономку и она включает свечу накала которая имеет мощность там 100 ватт например да то есть просадка просадка на проводнике становится еще сильнее и напряжение еще сильнее падает в проводнике и падает до 11 с половиной вольт например и автономка думает что уже все хана вашего аккумулятору поэтому он оберет и не включает все вы просто завершает работу и выключается может даже выключаться с ошибкой может без ошибки то есть вот такая вот происходит ерунда а когда вы например заводите двигатель у вас на вашем сервисном аккумуляторе поднимается напряжение до 14 грубо говоря и 3 вольта даже если учесть все вот эти вот просадки и потери в кабеле да у вас до автономки доходит нужное количество напряжения и автономка благополучно запускается и стартует и работает тут поэтому поэтому это и происходит то есть на заглушенном двигателе вам не хватает напряжения до вот этого зазора который с падением происходит а загул а заведенным двигателем как раз напряжение хватает чтобы автономка запустилась что мы можем сделать в этом случае если вам все-таки надо далеко установить свою автономку от аккумулятора дат который он будет питаться первую очередь можно вообще заменить полностью весь кабель поставить какой-то 4 квадрата опустить его от аккумулятора прям до самой автономки отрезать питающий кабель прямо около здесь около фишки то есть исключить вот это вот соплю трехметровую до которая здесь ну я не знаю тут сколько полтора квадрата наверное она вот провод то есть отрезать всю эту питающую соплю и прокрутить ну и припаять там или обжать как-то или там ну приделать сюда нормальные провод дать там четыре квадрата грубо говоря и у вас тогда потерь не будет автономка скорее всего уже запускаться будет то есть для того чтобы ваш автономка запускалась обрезаю всю эту фигню заводскую да вот эту питающие два кабеля которого тут вот вот эти да там плюс-минус обрезаем вот смотрим да где на у нас вот здесь на фишке да вот здесь даже можно после фишки подключить чтобы исключить вот потери вот в этом вот разъеме да можно даже подключить после фишки фишки найти здесь питающие два провода до которые идут у вас вот он вот он зеленый да и красный вот они они со два самых толстых кабеля это вот и есть вот питающие провода можете здесь прям отрезать здесь их подпаять и все у вас автономка будет запускаться и все будет в порядке то есть вот такое вот решение если вам например надо провести очень далеко до того аккумулятора который у вас будет питать вашу автономку и для того чтобы она включалась берем кабель толст по толще сечением кидаем чтобы у нас исключить все потери которые происходят на этом проводнике вот все ладненько с этим мы разобрались это вот самый такой частый был вопрос в комментариях почему у меня автономка не включается на заглушенном двигателе и спокойно включается на заведенном двигателе вот мы с вами теперь разобрались следующий вопрос как подключить автономный отопитель к сети 220 вольт через что подключить как лучше подключить ну и ну вообще как это сделать да если бы обратили внимание у меня здесь стоит вот аккумулятор и у меня здесь есть несколько видов зарядок и блоков питания вот у меня например сейчас покажу включать можно совершенно разными способами автономку к сети 220 вольт достану этот налички продаются вот такие замечательные блоки питания они есть разной мощности но вам самое главное надо подобрать такой блок питания чтобы он был напряжение совпадало там но грубо говоря 14 вольтом но здесь если что есть построечный резистор до нож главное чтобы вот у вас напряжение совпадало с напряжением вашей но с питанием вашей автономки здесь если посмотреть написано 12 вольт 60 50 ампер да вот блок питания здесь напряжение можно менять вот 11 скольки то до 14 вроде бы вот если меня память не изменяет вот такие вот блоки питания продаются налички вы покупаете и на главное купить не менее не менее 15-20 ампер чтобы он был мощностью иначе у вас автономка не будет включаться и она будет уходить как бы опять же по напряжению защиту вот вот такие вот блоки питания вот можно купить и подключить так дальше если вы например не хотите разоряться на блок питания у вас в доме завалялся обычная автомобильная зарядка вот как вот это например там кулон клон 715 до чем хороша эта зарядка тем что она здесь можно регулировать и напряжение и силу тока то есть вы выставляете нужное вам напряжение и силу тока доставите там ну максимально 15 ампер например и у вас автономка будет замечательно работать от этого блока питания но не у всех есть такие замечательные зарядки до которые работают у которых есть регулировка и который не является автоматически в основном у многих и у многих в основном многих вот такие зарядки но подобные до автоматической зарядки которые полностью автоматически здесь единственное что можно переключить это режим то есть например там кислотный да там кислотный агм или же там например лифер да вот или восстановление вручную вот можно перебирать режимы все а так это зарядка полностью автоматически такую зарядку вы просто включаете в розетку например да накидываете провода на аккумулятор и он начинает сам автоматически его заряжать но если вы к такой зарядки подключите напрямую автономку скорее всего автономка у вас не запустится потому что у вас зарядка умная она увидит что это не аккумулятор и просто-напросто выключится и все. Что нам надо сделать, чтобы все равно подключить автономку от автоматического зарядного устройства автомобильного. Мы что сделаем? Мы берем любой аккумулятор, любой автомобильный аккумулятор, который у вас уже валяется в гараже, который уже почти дохлый, ну совсем дохлый или там, ну у которого еще чуть-чуть осталось, например, емкости, да, там. У всех автомобилистов, я думаю, что найдется в гараже старый аккумулятор, который вы заменили новым, да, и который этот жалко выкинуть, просто-напросто. И такие аккумуляторы там с половиной емкостью, они бывают, бывает там третья емкость остается. И к такому аккумулятору можно, через такой аккумулятор можно подключить вашу китайскую автономку. Все, плюс-минус подключили. Пытаюсь, включаю зарядку и включаю автономку. Вот видите, ничего не происходит. Потому что зарядка, она не видит просто-напросто вашу автономку, потому что она не является аккумулятором, и он просто-напросто не включает режим зарядки. Вот, и чтобы вот это все дело обойти, включаем сначала автономку к нашему старому аккумулятору, у которого хоть чуть-чуть осталось емкости, и сверху мы подключаем еще зарядное устройство на этот же самый аккумулятор. То есть получается у нас мы подключаем этот аккумулятор для того, чтобы у нас Обмануть наше зарядное устройство Которое напрямую С автономкой у нас не хочет работать Но мы подключив через аккумулятор Она у нас начинает работать И соответственно она будет заряжать аккумулятор А аккумулятор будет давать напряжение Нашей автономке И в случае отключения электроэнергии У вас будет буфер такой Своеобразный буфер Защита от выключения света Чтобы вы успели Например если у вас пропадет электричество По какой то причине или вы случайно что то выдернули И чтобы с автономкой было все в порядке Автономка продолжит работу На вашем аккумуляторе Если даже есть 15 ампер часов То она спокойно Завершит свою работу Без каких либо последствий Для своей жизни То есть вам аккумулятор нужен Не только для того чтобы обмануть Зарядное устройство И для того чтобы еще была такая безопасность В плане обращения с автономкой То есть чтобы она у вас Не сломалась И с ней ничего не произошло Давайте пробую Включаю зарядное устройство Вот и как мы видим Зарядное устройство Начало у нас заряжать Наш аккумулятор Сейчас я здесь переставлю Вот и соответственно Мы теперь можем спокойно Запустить нашу автономку И она у нас будет работать То есть все Вот для этого нам нужен аккумулятор Чтобы обмануть Наше зарядное устройство И чтобы она нам Начала заряжать наш аккумулятор В свою очередь Аккумулятор будет давать напряжение Нашей автономке А если в вашем арсенале В домашнем есть вот такая вот зарядка В которой можно регулировать напряжение И вот напряжение сейчас поставлю Грубо говоря Вот 14,2 вольта И накручу например Вот 15 ампер Вот если у вас в арсенале В домашнем есть такая вот зарядка То вы можете прям напрямую Подключать свою автономку И она у вас будет работать Плюс И минус Так Где у нас пультик Вот он пультик Вот видите Сейчас включенный режим переставлю Вот Все Ну вот Автономка у нас заработала И на этой зарядке Мы даже можем наблюдать Сколько у нас потребляет Наша китайская автономка В этот момент 8 ампер Сейчас потребляет автономка Это примерно около 100 ватт На то чтобы включиться То есть она включила сейчас свечу накала И мы видим что у нас потребление идет 8 ампер Если у вас даже дома есть вот такое вот зарядное устройство Которое напрямую от него работает автономка Я также всем рекомендую Подключить автономку через аккумулятор Все равно через аккумулятор Чтобы обезопасить Ну обезопасить свою автономку от сгорания Да мы также просто берем Подключаем Нашу автономку к аккумулятору А уже И к этому же ему аккумулятору Подключаем наш зарядное устройство Как мы это делали с автоматическим Так значит все Подключили мы нашу зарядку Которая не умная Которая обычная Которую можно регулировать напряжение и силу тока Подключили к нашему аккумулятору К нашему же аккумулятору мы подключили И автономный отопитель Значит сразу же у нас аккумулятор начинает Так сейчас Контакт плохой Наш аккумулятор от нашего зарядного устройства Сразу же начинает заряжаться Потому что все таки это автомобильная зарядка Это аккумулятор И соответственно они сразу начнут Между собой делать свои дела Вот Но аккумулятор будет заряжаться до тех пор Пока он берет зарядку После того как он полностью зарядится А заряжаться он как бы перестанет И, соответственно, вы это можете даже увидеть После того, как вы включите свою автономку Вот, включаем Автономка начинает работать А зарядное устройство будет питать аккумулятор Аккумулятор будет питать автономку И у вас таким образом будет все работать замечательно То есть, если, например, у вас произойдет Отключение электроэнергии Вот я сейчас сымитирую Отключаю зарядное устройство У вас все равно автономка продолжит работать Зарядка не работает Но автономка продолжит работать От вашего аккумулятора Которого вы поставите как вот буфер да как вот защиту от того от того что пропадет электроэнергии после того как вы увидели что у вас там поток свет да нету прибежали вы прибежали к автономке и ее просто-напросто выключили и она штатно завершит свою работу и с ней ничего не случится а вот такой мест не получилось видео для вас на тему как подключить правильно китайскую автономку от бортовой сети автомобилей чтобы у вас она всегда запускалась даже на заглушенном двигателе и также как подключить авт китайскую автономку от сети 220 вольт как-то лучше сделать как это правильно сделать и так чтобы ваша автономка не сломалась вот такой вот сегодня получился видео ролик если вам было полезно как обычно но на сегодня у меня все увидимся следующих видео всем пока 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 и да не забудь подписаться потому что следующее видео будет еще интереснее чем этот